МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации телеканал РХС-24 в студии Азария Таркенов. Это программа событий дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Это сегодня в выпуске. Очень важно обучать своевременно, проходить курсы повышения квалификации, проводить обучение педагогических кадров. Как сегодня педагоги улучшают свои навыки и как идет подготовка молодых кадров? В республиканской столице состоялось традиционное августовское совещание учителей. Я открываю дверь, а здесь падает тонна воды с крыши. Нам стало страшно. Когда крыша не течет, а в доме тепло и уютно. В ближайшие три года в Карачао-Черкесии должны отремонтировать 214 домов, из них 79 в текущем году. Задача наша, первичного звена, это своевременно поставить диагноз и дать правильное направление пациенту. А задача пациента – помочь в этом нам. Заслуженный врач России Гаша Шенкао. Как дав однажды клятву Гиппократа пронести верность любимой профессии через всю жизнь? Накануне под председательством министра строительства ЖКХ Республики Евгения Гордиенко с участием министра экономического развития Карачао-Черкесии прошло заседание Большого градостроительного совета. В нем также приняли участие представители профильных министерств и ведомств. На градостроительном совете было представлено шесть проектов застройки территории всесезонного туристко-рекреационного комплекса «Архыз» президентами особой экономической зоны. Участники совета рассмотрели представленные проекты в соответствии с правилами землепользования и застройки. По итогам заседания совета положительную оценку получили пять проектов. Один проект был направлен с замечаниями на доработку. По итогам заседания Евгений Гордиенко отметил, что соблюдение требований Большого градостроительного совета приведет к единой архитектурной и эстетической застройке данной территории, что в свою очередь привлечет инвесторов и туристов, технологии и материалов. Постоянное повышение профессионального уровня педагогов – залог качественного образования школьников. Это стало главной идеей традиционного августовского совещания педагогических работников города Черкеска. В обсуждении основных вопросов совещания приняли участие представители Министерства образования и науки Республики, Управление образованием мэрии города Черкеска, учителя и руководители образовательных организаций города, представители СКФУ, КЧГУ имени Умара Лива и Питколледжа имени Хабекова. На сегодняшний день система образования города Черкеска представлена 43 образовательными учреждениями, в которых работают более 1300 педагогов. Как сегодня учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования улучшают свои навыки. И как идет подготовка молодых кадров, узнавала Екатерина Иванова. Подготовка педагогических кадров нового поколения и формирование принципиально новой культуры педагогического труда – вот чему сегодня придается основное внимание в концепции модернизации образования. Современные меры технологический прогресс определили не только то, как должны преподноситься знания, но и то, какими навыками должен обладать педагог 21 века. Очень важно обучать своевременно, проходить курсы повышения квалификации, проводить обучение педагогических кадров, для того, чтобы активнее принимали современные технологии и методы в своей работе. В минувшем учебном году свою квалификацию повысили более 350 педагогов города Черкеска, причем 11 учителей математики прошли профпереподготовку на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. Но изменить подход к образованию задачи не только школьных учителей и преподавателей вузов. Образование начинается с детского сада, и воспитатели едва ли не главная целевая аудитория новой концепции. Зарина Дамалаева, заведующая детским садом «Гнездышко», убедилась в этом на своем опыте. Педагог руководит учреждением всего три года, но за это время в детском саду произошли существенные изменения. Количество дошколят увеличилось более чем в два раза благодаря новой пристройке, но самое главное первые знания двум сотням малышей дают педагоги, которые постоянно получают дополнительное образование. Наши педагоги усовершенствуют себя в модернизации новых технологий, в том, что сейчас все перешли, естественно, на новые технологии, это компьютер, интернет, плюс мы имеем возможность дистанционно обучаться. Еще одно важное новшество коснется молодых педагогов. Высшие и среднепрофессиональные образовательные учреждения создали абсолютно новую концепцию подготовки педагогических кадров. Это своеобразный тройственный союз школы или управления образованием, школьник, выбравший для себя профессию педагога, и университет, берущий на себя обязательство принять абитуриента вне конкурса и дать ему качественное образование. Это очень важно для того, чтобы ребенок уже на старших классах, в старших классах мог уже приобщиться к профессии педагога, уже приобщиться к любви к детям, и уже осознанно после окончания школы поступал в ВУЗ. А после поступления в ВУЗ в Карачаево-Черкесо-Государственный университет мы со всей требовательностью готовы подготовить его на уровне современных мировых стандартов, подготовить этого нашего абитуриента, поступившего к нам к профессии учителя. После окончания нашего университета этот ребенок возвращается в свою же школу уже и начинают педагогическую деятельность. Такая система предполагает, что ученики будут со школьной скамьи идти к намеченной цели – стать профессиональным преподавателем, в качестве которого вернуться в родную школу. Таким образом, профессия учителя вновь станет популярной, а в республике будет образовываться молодой состав педагогической элиты. Кроме того, на совещании была затронута тема инклюзивного образования. Специалисты Северокавказского федерального университета уверены, что школам необходимы профессионалы, которые помогут ребенку с ограниченными возможностями здоровья проходить обучение в любой образовательной среде. И здесь залогом успеха является тандем учителя, психолога и дефектолога. Мы предлагаем такую концепцию подготовки, когда все специалисты, работающие с детьми в дошкольной образовательной организации, в школе, в среднем профессиональном образовании и в высшем образовании, понимают тот контингент детей, обучающихся, с которыми работают, могут понять, спрогнозировать тот спектр образовательных условий, которые нужны для успешного обучения. И через проектирование, через коррекционно-развивающий подход и через создание благоприятного психологического климата это реализовать. Августовское совещание города Черкеска прошло в абсолютно новом формате. И уже с сентября все новшества будут внедряться в подготовку кадров и их дальнейшее повышение квалификации, чтобы совсем скоро учителя Карачаева-Черкесии вышли на новый уровень. А показателем этого станет и новый уровень образованности детей. Екатерина Иванова, Заурлиев, Архыз, 24. Ради удобства граждан. В Черкесске полным ходом идет благоустройство сразу 11 дворовых территорий. Ремонтные работы осуществляются в рамках федеральной программы. Новые лавочки, спортивные, детские площадки, благоустроенные парковочные места и даже озеленение. Конечным результатом горожане смогут порадоваться уже к середине октября. Анита Дышейкова с подробностями. Благоустроенный современный двор – один из главных составляющих комфорта и уюта. Для жителей многоквартирных домов важен не только вид из окна, но и состояние двора, где будут гулять их дети. Многие дворовые территории города Черкеска представляют собой печальную картину, но 11 из них скоро изменятся до неузнаваемости. На данный момент в рамках федеральной программы благоустройства городской среды в этих дворах активно идут ремонтные работы. Это у нас первый год, когда делается не отдельный вид работ, а полностью весь двор благоустраивается. В соответствии с федеральными требованиями у нас были установлены критерии, по которым общественная комиссия, в состав которой входят и общественники, и депутаты наши, и Народный фронт, они совместно выбирали по тем критериям, которые были заведомо утверждены и были расположены на официальном сайте мэрии. Во дворе по адресу Ленина, 52, рабочие уже приступили к установке бордюров. После этого начнется асфальтирование территории. В обновленном дворе будут пешеходные тротуары, парковочные места, лавочки, детские и спортивные площадки. Кроме того, уличное освещение и озеленение также входят в перечень планируемых работ. До того, как приступить, у нас было согласование со всеми сетями. Это водоканал, электросети, теплосети. Там, где нужно было поменять коммуникации, преждевременно менялись сети. Всё идёт по графику, материалы есть, ни в чём задержки нет. Благоустройство дворовых территорий проходит на глазах у жителей, мнение которых также было учтено ещё до начала ремонтных работ. Горожан такие позитивные изменения не могут не радовать. Конечно, облагоражение нашего двора мы очень долго ждали, сейчас очень радуемся. Посмотрите, бордюры новые нам поставили, асфальтировка будет в дороге. Меньше грязи, меньше луж. Естественно, нас это радует. Кстати, в России федеральная программа по благоустройству дворовых территорий действует первый год. И те дворы, которые не попали в программу в этом году, могут попасть в неё в следующем. Всё зависит от инициативы самих жителей дворов. Буквально в следующем месяце на официальном сайте мэрии появится информация о том, в каком порядке жители могут подать заявки, чтобы включить свой дом на ближайшие пять лет. Поэтому надо не упустить момент, потому что программа будет не на год, а на ближайшие пять лет. Пандусы для маломобильных граждан также будут оборудованы в процессе благоустройства. По словам подрядчика, объекта все ремонтные работы завершатся до начала отопительного сезона. Это значит, что уже к середине октября жители этого двора смогут оценить конечный результат. Анета Дышекова, Заурлиев, Роман Баюра, Архиз 24. Если герои предыдущего сюжета радуются преображением во дворе, то герои следующего сюжета уверены – новая кровля решит старые проблемы. Благодаря программе капремонта многоквартирных домов, крышу одной из пятиэтажек в городе Узжигута полностью заменят. И совсем скоро жильцы, которые долгие годы страдают из-за протекающей крыши, смогут забыть об этой проблеме. Дарья Назарова продолжит. Вообще мы даже и не предполагали, что может такое случиться. Мне соседка позвонила в дверь, я открываю дверь, а здесь падает вот тонна воды с крыши. Нам стало страшно. Последние 10 лет дождь у жителей этой мегаэтажки действительно вызывал страх. Ольга Ступакова проживает здесь уже больше 25 лет. Она была в числе первых жильцов, заселивших дом. По словам женщины, несмотря на то, что их пятиэтажка сравнительно молодая, крыша дома находилась в плачевном состоянии. А каждый раз во время дождя вода доходила до первых этажей, где и находится квартира Ольги Ивановны. В первые 15 лет мы жили, ну как-то особо не испытывали таких вот неудобств из-за этой крыши. Но потом уже стало жить невозможно. Тем более сейчас постоянно идут проливные дожди. Они могут длиться неделю или больше. Мы еще не знаем, с какой силой они идут. И нам стало уже страшно жить в этом доме. Вот дождик, он капнул, думаешь, господи, хоть бы он недолго шел. Но сегодня жители 52-й пятиэтажки по улице Морозова могут о своих страхах позабыть. Их дом, как и еще шесть многоэтажек в Ужджигутинском районе попал под программу капремонта. И теперь на месте старой крыши появится новенькая кровля. В городе Джигуте две крыши, один фасад. На станции Абазинки одна крыша уже выполнена. И инженерные сети, и в поселке Московском один дом тоже ремонт крыши будет. При замене кровли применяют современные материалы. Они, как говорят строители, дорогие, но долговечные. С ними крыша простоит еще как минимум 40 лет. Материал, который применяется, лес в основном сибирский. Он более качественный. Профнастил идет у нас НЦ-35. Срок гарантии на него 35 лет. Параизоляционная пленка, значит, парагидроизоляционная пленка идет со Словении. Ютофол, она более качественная. Параизоляционная пленка, значит, снимает конденсат, который образуется на металле и сбрасывает его на желоба. За счет этой гидропараизоляционной пленки, значит, долговечность крыши увеличивается. Кровельные работы проводятся и на этой соседней пятиэтажке. Как говорят строители, основная часть уже выполнена. Снято шиферное покрытие, а на его месте монтируется новая конструкция. Кстати говоря, замена кровли – это на сегодняшний день один из самых популярных видов работ, предусмотренных программой. Ведь именно от крыши часто зависит состояние всех домов. В основном жители выбирают кровлю, а так фонд делает работу еще по замене лифтового оборудования, ремонт фасада и инженерных сетей. Но в основном, конечно, крыши выбирают люди. Вид ремонта выбирают сами люди. Передают протоколы собрания в администрации своих поселений. И уже администрация нам дает перечень домов с видом ремонта. Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов в Карачао-Черкесии утверждена на ближайшие три года. За этот период в регионе должны отремонтировать 214 домов. Из них 79 в текущем году. Для многих жителей нашей республики участие в этой программе станет настоящим спасением. Ведь есть дома, жильцы которых лишены таких базовых вещей, как возможность пользоваться лифтом или жить в квартире, где во время дождя с потолка не капает вода. Дарья Назарова, Радамир Князев, Архвист-24. В объявленной главой республики текущий год, год здоровья, большую профилактическую лечебную работу проводит и Черкесская горполиклиника. Около двух тысяч человек ежедневно посещают это учреждение. Одни приходят на обследование, другие на процедуры, третьи на физиолечение. Все, отправляясь в поликлинику, надеются на помощь, сочувствие и поддержку. Уже более 40 лет трудится в системе здравоохранения Карачао-Черкесии заслуженный врач России Гаша Шинкао, вернув здоровье и смысл жизни не одной из сотни людей. Наш корреспондент Асиат Мамаева встретилась накануне с Гашей Шинкао и узнала, как, дав однажды клятву Гиппократу, пронести верность любимой профессии через всю жизнь. Гаша Айсовна Шинкао, уроженка Улакошхабль Хабетского района, родилась в семье домохозяйки Фатимат Пшимаховны и Айсы Муратовича, всю жизнь трудившегося в сфере сельского хозяйства. В крепкой семье Амирокова было 8 детей, Гаша самая младшая из них. Но как бы ни были привязаны родители к своей младшей дочери, они в первую очередь думали о ее благополучии и образовании. В возрасте 10 лет Гаша покинула отчий дом, уехала в Черкесск, чтобы учиться в передовом, на тот момент в среднеобразовательном учебном заведении региона, областной национальной школе и интернат. Многие видные общественно-политические деятели Карачаева-Черкесии вышли из его стен, а Гаша Шинкова окончила его с золотой медалью. Честно говоря, с детства я не думала о профессии медицинского работника вообще. Но наверняка повлияло большое желание моего отца и мои старшие сестры очень хотели, чтобы я стала врачом. По целевому направлению Гаша Шинкова поступила в Ашхабадский мединститут, проучилась там год, а затем перевелась в мединститут города Арджоникидзе, на Невладе Кавказ, поближе к дому. Я училась неплохо. Конечно, как и все молодые врачи, мечтала, что я там буду хирургом, я буду работать в стационаре. Но так получилось в жизни, что я попала в поликлинику. И вся моя трудовая жизнь прошла в этой поликлинике. Вернувшись летом 1974 года в Черкесск с дипломом в руках, молодой специалист была направлена на работу в поликлинику. Первая запись в трудовой книжке Гаша Айсовна – участковый терапевт. Участковым врачом она проработала более 10 лет. Через несколько лет стала заместителем главврача по экспертной работе, проводила экспертизу временной и стойкой утраты трудоспособности горожан. Занималась организацией, комиссией, сбором консилиумов, контролировала соблюдение стандартов лечения. А через пять лет взяла на себя и заботы заместителя главного врача по лечебной работе. То есть, когда в 2001 году Гаша Айсовна стала главврачом городской поликлиники, все принципы и механизмы работы этого большого организма она знала, как свои пять пальцев. У меня были прекрасные учителя именно в поликлинике, которые учили не только, как стать хорошим врачом, работать, но учили, что очень важно для профессии врача, отношению к пациентам, взаимоотношения, какие должны быть между коллегами. В здравоохранении мы говорим этика, диантология, но вот это очень хорошая школа была в поликлинике. Эти традиции, конечно, мы и сейчас стараемся сохранить. В поликлинике проводится значимая работа в рамках национального проекта здоровья и программы модернизации здравоохранения. В рамках проекта поликлиника практически полностью обновила диагностическое оборудование. Пять УЗИ-аппаратов для исследования сердца, сосудов, внутренних органов, маммограф, два цифровых флюорографа, современное эндоскопическое и лабораторное оборудование. Впрочем, как справедливо замечает главврач, не одно самое современное оборудование не может стать решающим фактором в борьбе за человеческую жизнь. Благодаря нацпроекту здоровья и модернизации здравоохранения, конечно, время идет и что-то и морально, и физически устаревает. Особых вот таких значимых вложений вы понимаете, что сегодня не в состоянии ни республика, ни страна, наверное, делать, но мы все, что имеем, поддерживаем в рабочем состоянии. В настоящее время в поликлинике работают 11 заслуженных врачей Карачаева-Черкесии. Половина врачей и четверть среднего персонала имеют квалификационную категорию. Особой гордостью поликлиники являются отделение восстановительного лечения и дневной стационар, где проводится реабилитация больных, перенесших инсульты и инфаркты, травмы и лечение больных с различными острыми и хроническими заболеваниями. В первую очередь это работа по раннему выявлению так называемых хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной смертности, инвалидизации заболеваемости. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, туберкулез. Главный фактор успешной деятельности моей поликлиники, считает Гаша Айсовна, это квалификация специалистов и человеческие качества, доброта, терпимость, преданность своей профессии. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый понял, что его здоровье – это его все, это будущее, это его благосостояние, благополучие, это как складывается жизнь его детей, внуков, зависит от здоровья каждого человека. Поэтому задача нашего первичного звена – это своевременно поставить диагноз и дать правильное направление пациенту. А задача пациента – помочь в этом нам. Гаша Айсовна – лицо городской медицины. За 40 с лишним лет она поставила на ноги тысячи жителей Черкеска. И сегодня многие прохожие останавливают ее на улице, чтобы поблагодарить за помощь и участие. Асиат Мамаева, Мурат Кемрюгов, Татевик Жоловян, Ирак Либерулава, Архэс-24. К другим новостям. С целью выявления и пресечения каналов незаконной миграции, проверки предприятий и организаций, использующих рабочую силу иностранных граждан, МВД по Крачавой Черкесии ведется активная работа. Так, в рамках работы по противодействию нелегальной миграции в этом году проведены широкомасштабные профилактические операции «Барьер, рубеж и нелегал-2017». С начала года проверено 834 объекта. Проведены 8 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 4 плановые, 4 внеплановые проверки. Должностными лицами подразделений по вопросам миграции наложено административных штрафов на сумму 4 млн 332 тыс. рублей, а взыскано 3 млн 857 тыс. рублей. По данному факту составлено 23 административных протокола. Черкесским городским судом принято решение об административном выдворении 16 иностранных граждан. В отношении 7 иностранных граждан составлены административные материалы. По факту организации незаконной миграции принимается процессоральное решение. Итоги акции Стоп Амброзия Накануне в мэрии Черкесской прошла церемония оглашения итогов третьей городской экологической акции Стоп Амброзия и награждение наиболее активных участников. С каждым годом желающих принять в ней участие становится все больше. А правила просты. Собрать наибольшее количество сорняков с длиной корня не менее 15 сантиметров. Сдать в пунктах приема и получить за каждый стебель денежное вознаграждение. Все подробности у нашего корреспондента Рината Ибрагимова. На протяжении двух недель на территории города Черкеска по инициативе мэра Руслана Тамбиева проводилась экологическая акция по борьбе с карантинным растением – амброзии. По городу работало 6 пунктов по приему сорной растительности, куда наиболее активные граждане сдавали собранные ими растения. За время проведения акции было собрано и сдано огромное количество стеблей амброзии. Было собрано около 150 тысяч стеблей амброзии. Из них большую часть, больше 300 тысяч у нас собрали граждане. То есть вы наши непосредственные помощники, которые за санитарным состоянием города нам очень здорово помогли проследить и подсказать, где есть слабые места. Валентина Пекова – пенсионерка, которая не осталась в стороне и включилась в борьбу с амброзией. Каждый год она принимает участие в данной акции. В этом году ей было сдано 27 600 стеблей карантинного растения. По словам Валентины Ивановны, количество собранной ей амброзии во много раз превосходит с данной за период проведения акции. За две недели не собрать того, что растет до середины осени, утверждает она. Я хочу всех, всех, всех поздравить с тем, что мы успели убрать часть, небольшую часть. Экология на первом месте. И что они должны включаться, мамы, папы, все должны включаться. И хотя бы по одному вырвать коричку. Чемпионами этого года стали юные участники – братья Кречетовы. За период акции ими было собрано 31 300 стеблей амброзии. Это один из показателей того, что граждане осознают предоносность произрастающей карантинной растительности на территории города. У нас бабушка аллергик. Мы решили помочь бабушке, помочь людям, чтобы люди были здоровы. Мы первый раз принимаем участие в этой акции. Мы сначала не знали, что есть такая акция. Мы как узнали, мы сразу начали собирать амброзию. Мы много собрали. Все активные участники были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными призами. Экологическую акцию планируют продолжить и в следующем году. За эти три года была очищена вся территория города от карантинной растительности. И ареал произрастания сократился на 93%. Ринат Ибрагимов, Станислав Сушков, Архиз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачао-Черкесия и на нашем канале Архиз-24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Продолжение следует...